итак друзья всем привет рад приветствовать вас на своем канале хасл дизайн спасибо что пишите комментарии подписывайтесь на канал на телеграм-канал всем очень рад вы большие молодцы так что спасибо вам большое а сегодня решил пробежаться по интересным плагином таким креативным плагином для работы ну скорее всего как бы с текстом но для создания различных крутых эффектов для текста или на текст не знаю как правильно сказать вот в общем нашел хочу показать думаю будут полезно возможно некоторые вы уже знаете возможно видели какие-то стоило с ними либо сейчас все это быстренько разберем а там уже сами для себя решите первый который мы с вами разберем сегодня плагин будет называться и азометрик по моему да если не ошибаюсь вот так вот он будет называться и азометрик давайте мы сразу откроем если что ссылку точнее название всех этих плагин я еще в телеграм-канал всегда прикрепляю в видео так что посмотрите разберетесь найдете значит выбираем так что-то у нас не открылся давайте попер опять сделаем так понятно надо выбрать фигуру для того чтобы открыть поэтому выберем пока что наш фрейм сам фрейм нам не нужен просто хочу показать что из себя плагин вообще представляет то есть он выдает нам вот такой вот куб и показывает направление да то есть получается вот левая сторона верхняя левая верхняя правая и просто правая для чего это нужно это нужно для того чтобы мы могли с вами любой в принципе векторные либо картинку любой объект в общем мы с вами могли разместить в определенной плоскости но очень круто это работает именно с текстом для этого сейчас мы с вами давайте напишем допустим напишем вот так вот дай секундочку напишем вот так вот вот у нас с вами есть текст представьте что из этого текста мы можем собрать такой своеобразный куб прямоугольник не знаю как будет правильнее что то вернее получится допустим мы с вами можем собрать так давайте дублируем сразу то заговорился можем собрать и давайте посмотрим как мы можем с это это с вами сделать значит первое давайте выберем я за метрик выберем вот так вот лет видим да как у нас переместился главное что у нас смотрите это остался такой же текстовый текстовый файл то есть ничего не поменялось это не картинка это целиком такой же такая же вектор на такой же векторный текст который мы еще с вами можем параллельно редактировать то есть чего угодно можем там писать вот давайте вернем как у нас и было теперь давайте еще разок дублируем давайте вот из этого сделаем выберем топ лифт например вот так вот до с левой плоскости теперь вот так вот аккуратненько возьмем так что возьмем аккуратненько вот так вот все подгоним примерно примерно у нас вот так это должно быть теперь еще разок давайте так дублируем еще возьмем я за метрик сделаем правое допустим по правой видим да то есть как у нас получается если если допустим даже скрыть вот этот вот момент то видим что у нас получается такой интересный до прямой угол все аккуратно все круто все это вектор и все это ли можно потом его в редактировать как мы хотим да и давайте попробуем сейчас быстренько вот здесь допустим снизу взять и вот ровно ровно потому же сейчас если ровно потому что это дар как-то вот так будет и давайте его продублируем и вот здесь вот тоже прям ровно сместим допустим вот настолько и также продублируем то есть видим что у нас получается вот такой вот текстовый уголок также мы с вами где у нас скрытый файл также мы все то же самое мы можем просто здесь вот так вот а здесь прям ровно кэш не получится наверное да продублировать но тем не менее давайте вот так попробуем вот то есть собственно говоря вот такая вот интересная штука вот такой вот кубик из текста если нижние вот так ряды удалить и вот больше уже похоже на квадрат как раз кубик из текста квадрат из текста у нас с вами получился буквально в пару кликов выглядит круто с учетом того что еще все это можно редактировать все это можно просто взять здесь объединить даут там в группу создать вот так группу допустим текст да и вот по сути все это мы можем так этот мой должен удалить тогда вот эту мою группу нашу оставляем то есть все это мы можем куда-то вставить куда нам нужно подойдет вообще для создания всего по сути может быть постеров и какой-то графики не знаю везде может пригодиться поэтому используйте также на самом деле есть еще один момент что я уже разбирал вот такой вот 3d shape генератор был в одном из видео это созданием то есть или создается иллюстрация векторная из ну точнее создается фигура вот здесь мы можем ее выбрать точнее эти идут платы бесплатным настолько квадрата прямоугольник давайте выберем квадрат давайте покрасим в какой-нибудь не знаю вот такой вот бирюзовенький цепочка будет заметить топ но в общем не суть в плане настроек это был в предыдущем видео вот но нам сейчас нужно вот такая вот иллюстрация вот у нас с вами есть такой куб д и допустим на с вами есть текст давайте опять возьмем наши любимые буквы и смотрите допустим ей по идее мы хотим как нибудь так сейчас перенести во первых сюда а во вторых эту группу свернем это вот сюда наверх закинем мы хотим с вами как-нибудь наш текст разместить вот именно на левой плоскости этого квадрата да но если мы просто будем как-то вот так подгонять да то даже вот через кейда будем уменьшать например то в принципе мы понимаем что но как-то смотрится не очень то есть проекция сама по себе как-то не такая да вот так может еще ничего но все равно не так не так как нужно поэтому мы с вами берем наш текст сразу чуть уменьшаем вот так вот его оставляем берем наш инструмент я за метрика давайте сделаем с правой стороны его видим сразу угол поменялся тоже конечно не до конца подходят но опять же фигуру можно еще немножко изменить подогнать то есть много нюансов но тем не менее если мы сделаем вот так вот то в принципе уже будет как бы получше смотреться только надо конечно будет под выровнять его скорее всего ориентир вот эти вот крайне вот раз-два то есть по этим граням примерно равняем ну и плюс конечно боковые то по боковым устаёт ровно угол совал какой-то метод но тем не менее тоже можно в принципе как-то это в паре используют с этим плагином давайте оставим сегодня интересен нам больше этот плагин давайте перейдем к другому на другой плагин будет называться креатив toolkit сразу давайте создаем текст опять сейчас объясню для чего нам нужен и когда с креатив toolkit работаю советую вот эту вот сам фрейм текста немножко немножко вот так вот раздвигать и текст выставлять сейчас объясню почему я покажу выставлять как на середину просто у текста есть свой контейнер когда мы применяем там какие-то эффекты иногда бывает что они не влезают как бы в контейнер получаются урезанной версии чтобы этого не было лучшего так сразу обезопасить себя раздвинуть контейнер текст выставить по центру в контейнере и просто переходе в наш так наш креатив toolkit на самом деле прикольный тоже плагин к сожалению недоступны еще две функции написано что скоро будут когда будут непонятно нам доступен только вот displacement displacement это по сути тоже самое это искажение как с помощью карт как фотошопе вот просто здесь все это можно сделать по-быстрому давайте добавим наш текст то есть выбираем текст выбираем вот за make selected deformable и и и и смотрим у нас с вами вот здесь правом окошке получается это карта искажения а слева scale scale естественная он ну как бы реагирует на искажение само то есть больше меньше мы делаем его карту искажения выбираем вот тут из прикольных что тут есть принципе вот этот интересный довольно таки эффект да это получается у нас такой смазанный эффект текста ну все-все кто есть карта вот по примеру идет вот в этом углу вот тоже интересный да такой из тоже смазанный больше похож на какое-то распыление до эффект карты еще еще ну все мы не будем сейчас пробегаться ну грубо говоря вот такого вот плана еще есть тоже сейчас по буквы так должно гулять он иногда так стоп он иногда подглючивает как-то непонятно работает но тем не менее что-то что-то да можно тут сделать эти 8 выберем так стоп опять откуда-то мне как планетка прилетела так давайте выберем все-таки наверное 4 было то нет не 4 5 вот давайте выберем 5 видим что у нас вот такие интересные засечки появились на буквах давайте нажмем apply сохраним вот видим что мы получили опять же все если хотите более лучшего качества поскольку он это все сохраняет в растровом на изображении точно создает из этого картинку то текстовый слой сам сами изначально делает побольше чтоб все было почетче вот ну опять же в каких целях используйте пригодится пригодится думаю может при создании каких-нибудь скорее постеров верно может быть афиш там да то есть чтобы создать быстренько такой эффект не лезть не photoshop и куда можем воспользоваться и вот такую штуку сделать еще в принципе очень интересно смотрится эффект со вспылением поэтому будет время обязательно попробуйте возможно понравится и последний плагин которым мы с вами разберем называется war давайте сейчас покажу так здесь мы давайте все контейнер сделаем обычным все это дело вот отсюда так вот отсюда уберем его очень часто использую чтобы сделать тень тексту сейчас мы просто и как раз быстро повторим и посмотрим давайте сами дублируем наш слой так верхний слой оставляем точнее вот так удалось все свернем а нижний слой а давайте мы его сразу перевернем там перевернем и наверное еще по горизонтали отразим правильно нет неправильно тогда обратно вот так и вот так то сейчас мы с вами видим что у нас сами вот получается грубо говоря вот такая вот тень да но это не тень не интересная мы хотим ее сделать как на проекцию поэт на понравится варбит выбираем наш текст открываем варбит и видим сразу что у нас появились вот такие восемь ползунков каждый из них можно настраивать верхние сейчас мы с вами трогать не будем потому что это у нас соприкосновение самой буквой а вот эти допустим ползунки мы с вами вот так возьмем на отдаление здесь мы можем тоже отдалиться внутри самого плагина примерно на одной высоте выставляем да вот наши вот эти вот ползунки крайне тоже в принципе можно вот так вот тронуть сейчас можно их чуть-чуть вот так сместить но опять же все зависит от того точнее на самом деле все зависит от того какую идею мы преследуем на самом деле можно оставить так а вот эти наоборот уйти вот так на расширение так стоп что у меня заглючил давайте вот так вот и еще вот так вот так а тот надо будет пониже сейчас мы с вами вот сюда переместим его то есть мы делаем вот так на расширение этот вообще к низу давайте конец тоже вот так подавать через бок уйдет пускай и вот этот тогда чуть бог и вот этот чуть побольше бог все это подгоняется больше наверное опять же не интуитивно а все это нужно следить потихонечку вот так подгонять вот то есть у нас с вами вот такая проекция получилось этому что это можно даже пониже этот нужно чуть вот так по центру как-то все нажимаем apply вот у нас с вами сохранился вот такой вот видим векторный слой теперь чтобы его нам подогнать нам его наверное надо будет немножко вот так вот уменьшить так чтобы его подогнать вообще в идеале советую во первых сначала по первому вот так выставлять сейчас вот сюда вот еще чуть видим если вот принципе нормально да ну естественно как и все на свете требует подгонки во первых вот это слой мы уже убираем этот мы оставляем смотрим да что у нас получилось то есть у нас есть какие-то зоны и доводцы прикосновения которые плохо подходят мы их можем вот таким методом через это актирование фигуры по сути взять подогнать сейчас подгонять не буду просто образно покажу как еще точнее как так стоп выбери фигуру эти вот это вот только подгоним еще потому что мне не нравится как она стоит пускай вот так будет в общем как мы сейчас с вами создадим тень дальше мы с вами выбираем эту фигуру выбираем заливку делаем градиентную заливку и естественно допустим ползунок вот так вот сдвигаем тем самым получается мы делаем вот такую рассеянную тень до можно там чуть-чуть людей чтобы четко была грань вина то есть вот таким способом мы с вами сделали вот такой вот текст а также мы можем прозрачность там поставить поменьше допустим вот так на 70 да но естественно нужно будет кусочки вот эти некоторые подогнать то есть где они не ровно стоят естественно так вот выделяю все это дело так что выделяем вот эти наши точки и немножко вот так вот где-то подгоняем также можно отдельно каждую точку подгонять да там в общем если у вас есть задача сделать вот такой вот эффект и чтобы все это дело было еще векторная то вот пожалуйста с помощью этого плагина варпы то вы в принципе можете без проблем все это дело сделать вот она сегодня у нас все так что следующий раз продолжим поищу еще может какие-то интересные плагины для дизайна для веб-дизайна для работы с текстом может быть с изображениями ну и как обычно так что не забывайте как всегда подписываться на канал на телеграм-канал по возможности стараюсь туда выкладывать что-нибудь интересное полезное для дизайна всем спасибо всем пока